Всем привет! Сегодняшний ролик будет посвящен бюджетным находкам декоративной косметики. И если вам интересно, то, конечно, продолжайте смотреть. Начну я, наверное, с классики. Это тушь для ресниц. Для меня это постоянно... это белорусские марки. Вот серьезно, девочки, сколько бы туши я не пробовала, они все-таки остаются для меня одни из самых лучших. Что-то мне нравится больше, что-то меньше. Ну, например, вот этот вот мой вариант, как вы видите, две штуки. Вот это абсолютно новое. Отложу ее сейчас в сторону. А вот это уже использовано. Вот на данный момент это моя самая-самая любимая тушь. Это, значит, у меня марка Reluie XXXL. Сейчас покажу вам щеточку. Вот такая вот. Это силиконовая щеточка, и она небольшая. Вы знаете, мне очень понравилось ею работать. Она действительно классно удлиняет ресницы, она их приподнимает, она их как-то делает объемными. И с ней очень легко работать в плане того, что, знаете, никаких пятен она не ставит. То есть очень удобная в работе. Это просто моя находка. Это нечто великолепное. Ну и вообще сам продукт, вот само средство внутри, которое вот именно, да, очень хорошее. Оно вот не осыпается, не засыхает как-то раньше времени. Вот тушь реально у меня закончилась. Я ее использовала, использовала, и она закончилась. То есть для своей копеечной стоимости, но это действительно тушь, мне кажется, одна из лучших. Вот поэтому, девчонки, если не пробовали, я вам обязательно и настоятельно советую обратить внимание на белорусские туши. Конечно, не все хорошие, не все, но конкретно вот эта тушь, она вообще выше всех похвалов. Так что, если не пробовали, бегите в магазин, покупайте, пробуйте. Я надеюсь, что она вам понравится точно так же сильно, как и мне. Дальше я хотела бы еще отметить хайлайтер. Тоже бюджетная марка. Как-то не совсем давно она появилась на рынке. Он вообще считается для молодежи. Ну, более такая, да, молодежная марка. Я вам покажу все обозначения. Есть зеркальце и вообще, знаете, сам футляр очень приятный. Вот таким образом выглядит хайлайтер. Светлый. Вот на пальчике. Сейчас вам покажу, как на коже он выглядит. Надеюсь, при таком освещении вы все хорошо увидите. Ну, что хочется сказать. Хайлайтер, он такой, знаете, довольно-таки пудровый. То есть, действительно, большая часть, мне кажется, здесь именно составляющая есть пудровая. Но здесь мне вот что понравилось в хайлайтере, то, что он очень деликатный. Вот серьезно. Здесь нет сильно крупных каких-то блесток. Нет сильного свечения. Такого, знаете, как из космоса видно, как у нас принято это говорить. Вот. И он, действительно, очень такой достойный, деликатный. И с этим хайлайтером, вот как раз-таки, я думаю, молодые девчонки, им бы очень было хорошо учиться пользоваться хайлайтером. В любом случае, я его очень оценила. Действительно, вещь достойная. Ну, учитывая, что стоит еще не очень дорого. Кстати, девчонки, кто из Беларуси, из России, если вы знаете, где купить эту марку, напишите, пожалуйста, внизу в комментариях. Потому что у меня спрашивали, но я как бы с этим вопросом совсем не смогла помочь. Потому что я заказывала на немецком сайте. И доставка только по территории Евросоюза. Вот. Поэтому, может быть, эта информация будет кому-то полезна. Где можно купить марку Мислин. В целом, я заметила, что в последнее время я все-таки люблю более золотые хайлайтеры. Но вот этот очень хороший, девочки. Действительно хороший. Если ищете нечто вот такое, вот, то я вам советую. Кстати, кистью на лицо он даже лучше как-то ложится и переносится, нежели вот я сейчас вам показала, как это все дело происходит на пальцах. Так что это тоже учтите при покупке. И тушуется тоже хорошо. Ну, действительно, неплохое. Очень неплохое средство. Также я еще сегодня вам расскажу о двух помадах. И это, опять же, марка Рилуи Белорусская косметика. Но я не знаю, как кто. Все-таки я люблю белорусскую косметику. И белорусскую косметику, кстати, действительно можно отнести к бюджетной. Например, когда девочки показывают Maybelline, L'Oreal и так далее, я не считаю эту косметику уж прям супер бюджетной. Вот серьезно. А вот что касается белорусской косметики, это вот бюджетнее некуда. Две помады. Они разные по текстуре. То есть одна она более такая кремовая, вторая более суховата. Но при этом на губах обе помады потрясно смотрятся. К сожалению, вот эту вот я вам не смогу сказать оттенок, потому что, видите, здесь уже ничего нет. Но я помню, что это Рилуи. И там не очень много оттенков в этой линейке. Это Lamea Italia называется линейка. А вторая, как вы видите, линейка комплименты. Большой, конечно, плюс у этих двух помад, что они действительно бюджетные, стоят 3 копейки. Но, например, вот комплименты, может быть, не всем даже понравится. Она у меня идет в оттеночке 0,3, потому что у нее такая более суховатая текстура. Так, давайте сюда нанесу. Вот. Есть какой-то влажный финиш, я думаю, даже вы сейчас видите. Но все равно на губах она более суховато чувствуется и выглядит, нежели вот вторая от тоже от Рилыи и Lamea Italia линейка. Все-таки эта она более кремовая. По оттеночкам, я думаю, вам видно, что они очень похожи, да? Хотя, казалось бы, вот это вот... Ой-ой-ой, вымазала. Так, сейчас открою две. Хотя, казалось бы, вот это вот правое намного темнее, нежели левое. Но на губах плюс-минус одинаково выглядит. Конечно, видно, что все-таки Lamea Italia она более светлее. Но таким вот образом они выглядят. Вот. Не забывайте о том, что если купите комплименты, все-таки она чуть суше на губах чувствуется. И, например, спустя минут 20-30 выглядит на губах чуть суше, нежели Lamea Italia. Но, вы знаете, это никак не отменяет всех положительных характеристик этих двух помад. Они очень экономичные, они очень бюджетные. И большой выбор цветов также есть. То есть, ну, девчонки, серьезно, я... Для меня это одни из лучших помад, несмотря на то, что у меня много люкса, например, есть. Но если смотреть на бюджет, если бы не было, например, средств на люкс, я бы спокойно пользовалась вот этими и радовалась бы жизнью. Качество хорошее, на губах держится хорошо, их можно наслаивать. То есть, они очень удобны в этом плане. Они приятные. Особых каких-то, знаете, запахов, привкусов у них нет. Есть такое что-то легкое, ненавязчивое, помадное. И все. То есть, нет такого, что горчит на губах. Lamea Italia так вообще никакого запаха не имеет. Поэтому, если вот вам интересно попробовать бюджетные эти помадки, то обратите внимание на марку Relief в плане вот таких вот стиков. Я знаю, что многие еще любят разные марки, разные помады от белорусских производителей, матовые. Мне как-то матовые несколько я попробовала, не особо понравились. Может быть, потому что я сама по себе не люблю матовые. А вот эти хорошие. Дальше. Два консилера. И опять же, один от Luxe Visage консилер, это белорусский производитель. А второй Essence. Essence у меня в оттеночке 10 нюд. Вот я его покупаю уже во второй раз. И здесь, девчонки, 5 мл. Но покупаю во второй раз. Мне нравится цвет. Мне нравится покрытие. Как ложится этот консилер. Как распределяется. Он такой, по сравнению, например, с Luxe Visage, он все-таки более плотнее. И давайте нанесу для сравнения цвета, чтобы вы видели. Вот вы видите, да? Уже даже видна разница, что от Essence все-таки консилер плотнее и он более розоватый. Второй же консилер от Luxe Visage, он все-таки более такой в коричневу, в нюд уходит. Когда что-то нужно более такой серьезно заморскировать, я, конечно, использую от Essence. Когда просто слегка вот использовать консилер, я использую от Luxe Visage. Несмотря на то, что текстуры немножко разные, они все равно ложатся как-то одинаково, ложатся хорошо, маленькой, тонкой, нежной вуалькой, и как-то они не перегружают кожу, кожа не сохнет, и мне это в них очень нравится. Поэтому я покупками осталась довольна. Еще один мой фаворит. Сейчас он у меня находится в проекте Project Pen, но не потому, что он мне не нравится, нет, наоборот, он мне нравится. Это карандаш в 0,4 оттенке, Pitch Beauty. Он у меня находится в этом проекте, потому что достаточно такой дерзкий оттенок. Смотрите. Яркий, дерзкий, но мне нравится матовое перекрытие в нем, то есть матовый такой финиш, который хорошо держится действительно. Может со временем немножко подсушивать, если часто и долго носить, но не критично, знаете, не как какие-то другие матовые помады. Все-таки это карандаш. Опять же, им легко очень работать, наносить очень легко, делать контур губ легко. Ну, то есть средство действительно великолепно, а стоит всего 2 копейки. Так что вот там есть, по-моему, еще другие цвета, поэтому если ищите хорошие, комфортные карандаши, то я вам советую и рекомендую Essence. Еще мой фаворит, который находится у меня в фаворитах на протяжении двух лет уже, это Eva Mosaic Liner для век. Здесь 1 мл, девочки, но он не высыхает раньше времени, то есть он действительно заканчивается. Есть такой вот фетровый наконечник. Именно такими лайнерами мне удобно пользоваться. Смотрите, какой насыщенный черный угольный цвет. Ну, действительно, для меня это находка. Пробовала я и другие, из белорусских марок в том числе, но то, что пробовала, мне не особо понравилось, поэтому вот я не знаю. Вот этот самый больше на данный момент мне нравится. Действительно, он очень хороший. И если смотрите видео пустых баночках, декоративной косметики, я думаю, вы не раз замечали этот лайнер там. Мне его хватает чуть ли не на год. Вы представляете, насколько это средство бюджетное, но оно при этом не сохнет. Вот. Работа с ним тоже очень хорошо нанес, и оно как-то хорошо, быстренько схватывается, то есть не отпечатывается. Я не знаю. Минусов в этом средстве я не вижу. Единственный для меня минус, то, что я живу в Финляндии, и косметику Ява Мозаик для меня доставать проблематично. Я только могу ее приобретать, когда бываю в России. Вот. Ну, а так, конечно, лайнер замечательный. Ну, и последнее. Давайте быстренько пройдемся по теням. Во-первых, я хочу вам показать однушку от Catrice в таком вот номере. Не знаю, есть ли они сейчас. Вы знаете, она мне понравилась. Учитывая свою бюджетную стоимость, она, конечно, крутая. Но на моих новейших веках она плоховато держится. Смотрите, какой оттенок красивый. Тауповый такой. Так. Сейчас принесу, покажу. Эту тенюшку лучше всего мне на моих веках использовать с базой. Потому что без базы совершенно не держится. И спустя, например, часа 3-4 она прям сходит с моих век, будто, знаете, особо ничего не наносила. Но оттенок потрясный. Вот серьезно. У меня много есть люксовых палеток. Но вот этот оттенок меня настолько цепляет, что я не отдать не хочу, не подарить его никому не хочу. Я хочу сама им пользоваться. Единственное, что я базой для теней не люблю использовать. И вот очень интересно получается. Базой не люблю использовать, но вот эти тени очень нравятся. Вот эта однушка. Но она вот как бы использование ее без базы, но никак. Так что вот это имейте в виду. Я не знаю, все ли тени от Катрис нужно использовать с базы. Я знаю, что многих любят. И я думаю, что, может быть, в ближайшее время мне купить что-нибудь из тени от Катрис. Как вы думаете? Посоветуйте мне что-нибудь. Может быть, я еще какие-нибудь хорошие тени бюджетные найду. В общем-то, так сами по себе тени неплохие, но учтите, что нужна база. Ну и последняя это палетка от Майка Приварюша. Сейчас покажу, как она называется. Вы знаете, очень она мне понравилась и впечатлила. Я долго присматривалась к этой марке и думала, неужели это такая хорошая марка? Неужели она так хороша, как многие девочки о ней рассказывают? Так вот, немножко поближе поднесла. Я купила, как вы видите, нюдовые такие оттенки. Для меня носибельные, то есть не покупала какие-то такие вырви глаз. Мне они очень понравились по качеству. В отличие, например, от Катрис, сюда база никакая не нужна. Единственное, что здесь матовые оттенки, они, конечно, слабые. Вот. Давайте нанесу. Переносится вроде бы неплохо. Все было бы с ними хорошо, но без базы они тоже такие же слабоватенькие, как и Катрис. То есть действительно база нужна. Но, что касается девочки шиммерных оттенков, здесь база не нужна. Они самодостаточные. Они как моно-макияж. Если совмещать много разных оттеночков, смотрится великолепно. Посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Насколько потрясающие тени. Действительно красивые. И на веках тоже они выглядят очень красиво, самодостаточно, ярко. То есть эта яркость не теряется. Даже на моих новейших веках она как-то не сходит за несколько часов. То есть в плане шиммерных цветов я очень довольна этими оттеночками, довольна этой палеткой. Вот потемнее цвета нанесла. Смотрите. В одно касание. Насколько они красивые. Поэтому, девочки, если вы все еще сомневались попробовать либо не попробовать Майкап Революшн, я бы вам посоветовала попробовать. В Финляндии где-то может быть 11-15 евро такая палетка стоит. Но вы посмотрите, какой здесь выбор оттенков. Действительно, их очень много. И если разделить, например, эти же 15 евро на количество оттенков, то вы сами понимаете, что цена получается супер бюджетная. Единственное, что в них есть такой, знаете, запашок китайский. Но я так предполагаю, что все-таки их производят в Китае. Вот. Сейчас попробую найти эту информацию здесь. Но на упаковке я не нашла такой информации. Но, по-моему, где-то мне попадалось это, что именно Майкап Революшн производится в Китае. И я не удивлена, потому что, ну, действительно, и запашок все к этому располагает. Но нет в этом ничего плохого. На мой взгляд, если тени хорошие, почему бы нет? Никакой реакции мне на веках они не дали. Я не знаю, может быть, у кого-то чувствительные веки. Там другая ситуация. Не знаю. У меня ничего такого не было. И я осталась довольна. Действительно, очень довольна. И, на мой взгляд, если, например, ищете какой-то родственницы, либо подружке подарок в плане косметический, то такая палетка была бы вообще как нельзя кстати, на мой взгляд. Вот. Поэтому присмотритесь. Я знаю их там огромнейшее количество, разные цветовые гаммы. Ну, я себе взяла такую, в общем-то, классическую. Ну вот, дорогие мои, это все на сегодня. Ролик немножко, конечно, затянулся. Но мне очень хотелось чуть более подробно как бы рассказать о моих фаворитах декоративной косметики именно бюджетного сегмента. Мне кажется, это намного интереснее находить в каком-то бюджетном сегменте отличнейшие продукты, великолепнейшего качества. И обязательно делитесь такими своими находками в комментариях. Может быть, я по вашим рекомендациям тоже что-нибудь приобрету. У меня, кстати, есть еще некоторое количество бюджетной косметики. И мне кажется, у меня бы накопилось даже на вторую часть такого ролика. Поэтому, если вам это интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Если я увижу вашу активность, то я обязательно в ближайшее время такой ролик тоже сниму. Ну, это все на сегодня. До новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok